Иди, здесь замызи, там начальство, здесь нет. Девушка, не будем? Чего ты? Теплого приема в городском питомнике по временному задержанию и уничтожению собак и кошек наша съемочная группа не ждала. А вот Ирина, которая потеряла своего питомца, была явно не готова к тому, что охрана не разрешит ей посмотреть вольеры с собаками. Накануне девушка потеряла любимца, породы хаски, и решила выяснить, не попала ли она в отлов. В качестве сопровождения взяла друзей, и, как оказалось, не зря охрана и работники учреждения не готовы были показать городской отлов. Ребята, как и положено, привезли с собой вид паспорта и фото животного, но и это работников отлова не убедило для того, чтобы пропустить к вольерам. Альмухан Кай признается, не ожидал, что даже соблюдая правила придется отвоевывать право на то, чтобы пройти в питомник. Ведь приют городской, а значит, содержится на деньги налогоплательщиков. Сами учредители, они говорят, мы не знаем, они путаются в показаниях, то есть это государственный приют или частный приют. Мы приехали посмотреть собаку, он нас не пускает туда. Как вы считаете, вообще правильно то, что сопротивление, которое они вам оказали? Нет, потому что мы платили налоги, и мы имеем право в течение трех дней зайти сюда посмотреть своих собак, есть или нет. То есть, получается, мы к ним никаких претензий не имеем, мы хотим просто посмотреть, есть ли наша собака или нет, но нам не разрешают этого сделать. Нашу съемочную группу на территорию центрального приюта города Шимкен по временному содержанию и уничтожению бродячих животных так и не пустили. Видимо, объект все-таки является секретным. Начальство на месте не оказалось, поэтому узнать, в каких условиях содержатся животные, нам не удалось. Работники учреждения без руководства показать состояние приюта отказались. На территорию, благодаря настойчивости и звонкам в ветеринарную службу, удалось зайти только Роману. Предварительно парню пришлось дать телефон, чтобы он не смог заснять того, что творится за забором. А в каких условиях вообще животное содержится? Ну, некоторые вольеры реконструируются там, видно, что они работают, делают что-то. А некоторые в плачевном очень состоянии. Содержание собак. Вода у кого-то есть, у кого-то нет. На заржавевшие двери питомника красуется выцвевшая, сложно-различимая надпись, что посторонним вход воспрещен. С каких пор городской отлов превратился в особо охраняемую зону, сказать сложно. В своем официальном запросе мы хоть и попросили предоставить специалиста для видеоинтервью. На вопросы нам пожелали ответить письменно. На контакт с телевидением служба отлова идет крайне неохотно. Куда и на что уходят деньги стендеров, что животных доводят до голодной смерти, также загадка.